Тебе интересно? Вообще ничего Ты же поставил Украину С какой целью? Нет, у меня все страны стоят Но попался тебе украинец Ну, отлично Если вы думаете, что мне что-то непонятно Или там есть какая-то тема Которую я бы хотел с вами Обкашлять с точки зрения Каких-то там политических течений Как закончится война или прочее Мне кажется, мы такое количество раз Между собой это все уже обсуждали У каждого все равно есть своя точка зрения И вы меня не переспорите Я вас не переспорю Мы все равно в конце концов Останемся со своим мнением Делать вам контент Ну, можем сделать Но только если действительно Там будет какая-то интересная Такая вот тематика О чем можно прям поболтать А так чисто погонять ветер Что там типа Россия выигрывает Украина проигрывает Или выиграет Реально неинтересно абсолютно Тем более я не слежу каждый день За боевыми действиями Ты согласен, что в этом конфликте Есть точно кто-то прав А кто-то виноват Сложный вопрос Ну, в любом конфликте же так Ну, смотря с какой стороны посмотреть Понимаете Не понял Любой конфликт, он-то начинается Любой конфликт, он начинается Из-за каких-то вещей Которые не смогли поделить Одни люди считают, что они правы Другие люди считают, что они правы Вот конфликт в Израиле То же самое Одни считают, что это территория их Другие люди считают, что это территория их А так вот исторически сложилось Что вот Одних Одних признали, а вторых нет Хотя по идее изначально должно быть по-другому Ну, смотри Стоит дерево, да? Ой, нет, давайте мы без Извините, я вас перебью Подождите, подождите Подождите, подождите Давайте Давайте мы сразу уйдем От простых аналогий По отношению к сложным вещам Нет Это глупо Потому что мы не можем Очень понятно Смотри Нет Это не будет Не перебивай Смотри Иногда в психологии Принято определить аналогию Для того, чтобы человека Более развернуть Шире к этому вопросу Мы не сможем сложные вещи Да, послушайте Ты меня хотя бы выслушай просто Ну, давайте Хорошо Есть дерево Ты не знаешь, какое это дерево Как оно называется Не знаешь И другой чувак Который там знает Вроде как слышал в детстве Что вроде похоже на что-то Но точно тоже не знает Вот понятно Что если они будут между собой спорить Из них непонятно Кто будет прав Потому что А я помню так А тот говорит Да нет Они не такие листовочки Приходит третья сторона Которая знает Что это дуб И говорит Ребята Это дуб И тот чувак Который говорил Что это дуб Он прав Я же тебе говорю Что это дуб А тот такой Ну блин Все Не был не прав То же самое и здесь В любом конфликте Подожди В любом конфликте Есть ситуация Вот идет война Это как дуб Идет война Вот Мы говорим Что мы точно знаем Что те причины Которые назвал ваш Путин Президент Они не фигурируют у нас в стране Они не котируются Это фейки Мы об этом точно знаем Понимаешь А вы говорите Мы лучше знаем Потому что мы Как бы далеко от вас Мы лучше знаем Надо третья сторона Правильно Я бы сказала Смотрите ребята Вот так и так Кто может быть На мировой арене Сегодня третьей стороной Адекватно Как ты считаешь Давайте я продолжу Вашу аналогию И отвечу заодно Вот приходит человек И один из этих парней Который считает Что дуб Говорит Слушай Скажи дуб Мы выигрываем И там Между собой поделим его Ну например Они спорили Теоретически Да Вот он приходит И говорит Блин это дуб Все И они забирают этот дуб И между собой его делят вдвоем А третья сторона говорит Не-не-не ребята Наверное А третья сторона На словах не верю На словах не верю Смотрите Дайте мне пожалуйста Дайте мне книгу по биологии Дайте мне книгу по биологии И покажите мне Как листочки выглядят в дубах Найте пожалуйста Они найдут книгу по биологии В которой нарисовано Это вот Даже Книгу которую учил Вы в этом плане ничего Да послушай Не прибывай Книгу которую учил В детстве Это третий Вот С его страны Приводят книгу Ты в детстве же учил По этой книге Смотри Вот это дуб А он говорит, блин, нет, не хочу, чтобы это был дуб Но он же Заведомо знает этот третий Что этот дуб они разделят после этого Смотри, тот, который в конфликте И говорит, что это не дуб Ему принесли книгу с его детства Где учили, что это дуб И говорят ему, смотри, вот в лицо, это дуб, чувак Ты это изучал в детстве, помнишь? А он видит и говорит, блин, у меня же 30 лет говорят, что это не дуб Нет, я не хочу в это верить, у меня амбиции Я там все на это поставил, я уже роликов сколько записал Нет, это не дуб Но это дуб Понимаешь? С роликами этого интересно дальше аналогию провели Вот, то же самое и с войной Смотри, ведь вы же с самого детства, с самого рождения Вас учат, что такое хорошо Что такое плохо Ведь не можно назвать нападение, например Что-то хорошо Только оболваненным пропагандой Можно сказать, что нападение это хорошо И придумать какую-то причину Чтобы переубедить вас, что Не всегда нападение это плохо, не всегда Иногда это хорошо А как же что-то придумать? Надо что-то придумать У нас есть для этого Соловьев и Скобеева Они за деньги все придумают Все, им дали, вам навалили Смотрите Соловьева и Скобеева Вы поверили Нет, смотри в чем прикол Я тоже не смотрю Соловьева и Скобеева Я понял Откуда вы тогда знаете, что они говорят Ту информацию, которую ты говоришь Это прозвучало впервые из их уст А ты повторяешь Ну то есть вы их смотрите Я правильно понимаю? Хочешь проверим? Хочешь проверим? Смотри Я начинаю фразу, а ты продолжаешь Я фразу начинаю, а ты продолжаешь 8 лет Продолжай Бомбили Донбасс Что тут еще сказать? Все? А что можно сказать по этому поводу? Ну вы предложили одну фразу Ты же говоришь фразами пропаганды Подождите, подождите Вы говорите фразу, которая заведомо должна продолжаться Именно вот таким образом Вы же не сказали какую-то фразу Которую, у которой может быть Две аналогии, три, четыре Вы сказали четкую фразу Которая есть четкое продолжение Учитывая, что мы сейчас говорим На политическую тему В принципе войну России с Украиной То естественно я скажу эту фразу Потому что у нас есть точная аналогия И точная тема, на которой мы говорим Это не Скобеева и Соловьева Скажи, почему мнение твое И мнение Соловьева и Скобеева сопадают? А умные люди Которые уехали из страны Почему не умные? Мы продолжим Я же знаю ваши вопросы Все уже на память Мы потом решим, почему не умные Мы решим Так вот, почему ты говоришь фразами Теми же, что пользуются Скобеева и Соловьев Но при этом ты их не смотришь Какими фразами вы так и не смогли Историями, смотри Историями, фразами Помнишь? Какими историями? Я вам не рассказал ни одну историю На вопрос, с какими Ответ, с ответ какими Отвечают, ты меня перебиваешь Помнишь историю о распятом мальчике? Ведь вы все трубили об этом Как это правда Скажи, это же тебе не Скобеева сказал? А не, нет? Я не знаю даже Я помню вот так вот Теоретически Как вы умные люди Могли в это поверить? Вот объясни мне Смотрите, вы опять же Говорите об этом с той точки зрения Что как будто бы я в это верю И как будто бы я сейчас должен Каким-то образом Вам отвечать на эти слова Как противодействию Слушай, вы в это время Я не помню эту историю Я даже не помню Что там было И откуда это пошло Если мы возьмем Какую-то другую историю Которую я знаю На тему Которую мы можем пообщаться Давайте попробуем Не знаю Мне, наверное, ближе всего Из такого, наверное Из самого большого Что там ужасное Девятое мая в Мариуполе Я так более-менее лучше знаю Про Одессу я тоже мало знаю Вот Что там С украинской стороны Наверное у нас Это, естественно Буча и Арпень Ну, опять же Там тоже мало что знаю Вот Но я просто Воспризываю Сразу же Не делать Каких-то выводов По отношению К моей К моему отношению К этому вопросу Мне непонятно Мне непонятно Честно тебе говорю Хорошо Почему Ты молодой парень Вроде как У тебя нормальная речь Возможно Ты даже книги Какие-то читаешь Почему Тебе эта информация Которая дошла Например К группе Би-2 К Макаревичу К Сплинам К Гребенчикову Почему тебе Эта информация Не заходит Я не могу понять Почему Разве у них Насколько открыт Этот портал умственный Что к ним заходит А у тебя этот фильтр Который промывает все Я не понимаю Ведь эти люди Которых я назвал умными Помнишь Они своим существованием Своей деятельностью Доказали То что они умны Они Независимо от президента Страны Собирают концерты Стадионы То есть Они своей деятельностью Если мы будем еще ниже Опускаться Какой деятельностью Текстами своими Глубокими текстами Глубокие тексты Из дуру не пишутся По пьяни Они пишутся От умственных знаний От умственного наличия Ума вообще Для этого Они читали Какие-то книги Они чем-то интересовались Какие-то мастер-классы Проходили То есть Это развитые люди И почему Эти развитые люди Они поняли это И сдрыснули Из России Даже Зимфира Которая Когда-то В 2015 году Кричала Не трогайте Мою Россию А потом Перешилась И решила Что вы не правы И уехала тоже И многие Такие вот Сливки Общества Которые Не зависят От президента Им не надо ждать Выборов Чтобы были концерты Они взяли себе Сказали ДТС Юрий Шевчук Завтра у нас концерт И придет стадион Все Понимаешь И они Приняли Что вы Страна Окупант Они это Ну как бы Они поняли У них Хватило Эго Чтобы справиться С своим эгом Сказать Эго Все Патриот Не патриот Россия Не россия Но мы не правы Чувак Мы как темцы Были не правы Мы это Осознали И уехали Из страны Почему Блин Вы не понимаете Этого Я не могу понять Да нет У них Никакого понимания Они не движутся Так как Они хотят Двигаться Ну давайте Хорошо Вы взяли Вот например Таких Интересных Людей Да например Шевчук Магарея Чуки Давайте возьмем Например Нашу Примадонну С Галкиным Ребята Которые уехали В Израиле Как только в Израиле Началась война Они точно так же Оттуда уехали Куда Они не патриоты Они не патриоты Куда они уехали Они в Израиле Не выдумывай Восточной Нет Восточной Они в Израиле Они в Израиле Чувак Не выдумывай Это во первых Это во первых На момент начала Боевых действий Ну подождите Так это не имеет значение К патриотизму При чем здесь Это имеет значение К патриотизму Они себя не приценивают Никакому государству Они себя Не видят вообще В целом Как люди Патриотически настроенные То есть все строится То есть все строится На патриотизме Правильно То есть все строится На патриотизме Даже если твоя Даже если твоя страна Не права Если ты патриот Конечно То есть немцы Фашисты Которые ходили Убивали здесь СССРовских граждан Они были правы Потому что они патриоты Они со своей Они со своей стороны Были правы Внутри Внутри они были правы Да Точно так же Как американцы Которые бомбили Хиросиму и Нагасаки Они тоже считают себе право. Подожди, 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 не наваливай. Не наваливай, давай договорим. Вы тоже считаете, что вы правы. Не наваливай. А немцы, патриоты, которые были, они поменяли свой точек зрения через какое-то время. Вы так считаете? Конечно, они же вам репарации выплачивают. Они же выплачивают репарации. Они же об этом говорят. Что случилось? Говорить на публику. Что случилось с патриотизмом? Сколько раз ты был в Германии? Нисколько не был в Германии. Блин, ну почему ты об этом говоришь, там даже не бывает? Ну скинь это эго, обрежь его. Так вы начали Германию говорить. Нет, ты говоришь, они играют на публику. Откуда ты знаешь? Ну, потому что как минимум большая часть политической элиты в Германии... Люди простые. Люди простые. Забудь о элите. Люди простые. Подождите, мы не говорим, что простые люди. Все вздувается. Нет, простые люди. Те, которые поддерживали Гитлера. Вот сейчас они ветераны. Подождите, Гитлера поддерживали не из-за того, что он напал на Европу. Гитлера поддерживали, потому что он сделал экономическое чудо в Германии. Нет, нет, они были патриотами. Патриотизм это... Нет, нет, нет. Патриотизм это... Здесь это играет другой смысл. Какой смысл? Я говорю тебе, они ищли, воевали за страну, за третий рейх. Ты слышишь, что я говорю? Нет. Зачем ты не каешь так часто? От того, что ты так часто не каешь, ничего не меняется. Они были очень сильными, убужденными патриотами. Я тебе еще раз говорю. Неважно по какой причине, они были патриотами. И верили своему вождю. И шли убирали граждан. Но со временем пересмотрели свои ценности, приняли, извинились, выплачивают репарацию. Это то, что вас ждет. А, это так, это так. Я тебя ни разу не перебивал. Зачем ты меня перебиваешь? Но я хочу сказать, смотри, есть схожести, очень много схожестей между Россией сегодняшней и Третьим рейхом. Очень много схожестей. Но есть одно отличие. Есть одно очень важное, но очень печальное отличие. Печальное для меня. Немцы тоже были агрессивными, но умными. А вы агрессивные и глупые. А им ума хватило извиниться, выплатить репарации и жить нормально в мире, где сейчас и духом не пахнет то, что вы делаете фашизмом и нацизмом, а вы это делаете. А у вас вашей глупости не хватит, чтобы извиниться потом перед Украиной. Потому что у вас завышенное эго. У вас низкий уровень грамотности и завышенное эго. Понимаешь, вот эта вот пропасть большая между этим создает вот такую вот картинку, которую мы видим сегодня в лице России. Я могу ответить? Конечно. Смотрите, вы подменяете понятие. Первое. Немцы не были умными и не стали просить прощения. Когда немцев уничтожили, фашистов, когда захватили полностью весь Третий рейх, когда пришли уже на территорию Германии, страны коллективно, которые сражались против Гитлера, тогда уже только немцы начали говорить о том, что они неправы. Поэтому не нужно, пожалуйста, в этом плане подменять понятия. Во-вторых, вы почему-то постоянно забываете... Утверждение есть ложное. В твоих славах есть ложь, понимаешь? Почему ты должен молчать на это? Ты сейчас солгал. Ты говоришь только после того, как разбили Германию. Нет. Еще много лет прошло. Много лет еще прошло. И ненависть к евреям и к славянам продолжалась еще много лет. Лет 20. Только потом начало угасать. Именно связано это с их умом, наличием ума. И подтверждение этому есть. То, как она живет экономически. То, какие там реформы были проведены. То, как они отнеслись к этому. Как они извинились. Это наличие ума. Ты думаешь, что сразу убили последнего фашиста и сразу... Извините, мы поняли? Ты что, ты в своем уме? Конечно. Нет. Сколько еще было... Причем это было очень... Сколько еще было преследований евреев после этого? Сколько лет еще? О чем ты говоришь? Каких преследований евреев? В Германии. В Германии преследований преследований. Посмотри. После 1945-го? Конечно же. Ну, я знаю, например... А в России сколько было преследований? Я знаю, например, погром евреев в 1946 году в Англии было. Не слышали о таком? А я знаю, в России были погромы, расстрелы евреев. В Советском Союзе. Вам ближе то, что в России было. В Советском Союзе, да. На Западе. Вот. Видите. Ну вот. Так вот. Это первый тезис. Что там еще было? А вот по поводу того, что нам... Что там еще? Подождите. Второй. Вы так много говорили. Я говорю о вашей глупости. Вторая. А вот. И о нашей глупости, да. А вот. Второй пункт, который я хотел сказать. Вы подменяете в том числе понятие по поводу того, из-за чего немцы шли за Гитлером. Не нужно все-таки упускать из внимания важный фактор исторической парадигмы, которая была в те времена. И почему именно так развивались страны, а не иначе. А вы почему-то об этом забываете, исходя из того, что у нас сейчас происходит. Почему-то сравниваете то, что было сто лет назад и то, что происходит сейчас. Хотя историческая парадигма, она абсолютно противоположна. У нас нету такой сложной ситуации мировой. У нас нету погрязших после Первой мировой войны в нищете и грязи странах. У нас ничего этого нет. И вот это вот вы почему-то очень сильно забываете. Это второй пункт. А по поводу третьего пункта, что мы не можем с чем-то свыкнуться и прочие вещи. Ни одна страна в мире никогда не признает своих ошибок, пока ее не ткнут носом физически. Ни одна страна, ни вы, ни мы, ни Англия, ни Китай, ни Америка, вообще никто в этом мире так не сделает. В этом самая главная фишка. Смотри. Я закончил. Скажи мне, я понял, я даже не буду ничего говорить, потому что это будет еще длинная история, и ты не поймешь ничего. Вопрос такой. Ну понятно, вы что у меня. Как можно оправдать нападение одной страны на другую? Так не было никакого нападения. Были действия, которые... Что такое нападение? Были действия, которые делались, исходя из, опять же, исторической парадигмы. Еще раз тебе говорю. Что такое нападение, объясни мне? Понятие. Ввод войск на территории другой страны. Ваши войска есть на территории Украины? Да. Это нападение? Нет. Что такое нападение? Ввод войск на другую страну. Вы ввели свои войска на территорию Украины? Да. Вы напали? Нет. Давай попробуем еще раз. Давайте. Ты сейчас демонстрируешь свою глупость. Нет, абсолютно. Смотри, объясни мне понятие, что такое нападение. Слушайте, но ведь помимо этого понятия есть еще исторический фактор, правильно? Нападение это. Пожалуйста. Хорошо, окей. Хорошо. Давайте. С этой точки зрения, да, Россия действительно ввела войска на территории Украины. Ввела войска. А что этому преследует? А что до этого было? Если вы напали и оккупировали части Украины, вы оккупанты? Не было оккупации никакой. Что такое оккупация? Это территориальная, когда другая страна территориально занимает какую-то землю и там не признает народ. Что делает? Не признает народ юридически вообще никаким образом. То есть народ не получает паспорта, ничего нет. Он там не имеет никаких прав. А последствия может быть аннексия? Ну да. Сначала идет оккупация. Скажите, вы заняли территорию Мариуполя, обахнутая и так далее? Да. Это оккупация? Изначально да, потом аннексия. Так ты же сказал, что это не оккупация, что вы не оккупировали ничего. Ну подождите, но исторически-то прошел этот момент, правильно? Еще раз говорю. На данный момент. Подождите. Мы выяснили, что такое оккупация. Вы оккупанты, получается? Что это такое? Вы оккупанты, получается? Почему, если вы оккупировали? Нет, мы аннексировали. Вы аннексировали только Крым. Но это не важно. Это не важно на самом деле. Давайте поговорим. В смысле не важно? Подожди секундочку. Это не важно. Подожди секундочку. Подожди. Да. Подожди. Ты сказал, что вы напали, вы оккупанты. Нет, я так не сказал. Вы не оккупанты? Это вы так сказал. Вы не оккупанты? Нет. Что такое оккупация? Ну мы уже об этом поговорили. Ну по-моему ты не понимаешь. Это не важно абсолютно. По-моему ты не понимаешь. Нет, я понимаю абсолютно. Если люди... Подожди. Мне кажется, вы не хотите говорить о самом важном. Слушай, ну подожди. Ты с аналогиями лучше говоришь, чем без аналогий. Если хлебопеченье есть, тот, кто печет хлеб, он хлебопекарь? Я у тебя спрашиваю, тот, кто играет в футбол, он футболист? Да. А тот, кто оккупирует, он оккупант? Да. Так вы оккупанты, получается? Нет. Что такое оккупация? Да какая разница, давайте поговорим о другом. Нет, мы дальше не пойдем, пока ты не скажешь, что вы оккупанты. Нет, подождите, подождите. Вы хотите со мной сейчас вести разговор с той точки зрения, как это вам удобно? Я с этой точки зрения с вами разговаривать не буду. Тогда уточнишь такую оккупацию. Я хочу, подождите, я хочу с вами поговорить о том, что было до 22 февраля, 22 года, ой, 24 февраля 22 года. Вы Крым оккупировали? Вы об этом не хотите говорить. Вы Крым оккупировали? Еще раз я вам говорю, потому что до этого, это не связано с Крым абсолютно. Крым оккупировали, я тебя спрашиваю. А, мой Крым до 22 года, ты же сказал. До 22 года. Я же говорю, Крым оккупировали? Нет. Что такое оккупация? Давай повторим еще раз. Введение войск с непризнанием юридических прав лиц, находящих на ее территории. Вы изначально Крым оккупировали перед аннексией? Нет. Если ты сказал, что это ведение войск на территории чужой страны и захват местного самоуправления, захват помещения СБУ, парламента и так далее, это есть оккупация? Да. Правильно? Нет. Ну, в этой парадигме, да. Вы захватывали парламент Крыма? Казаки захватывали? Нет. Был захват Крыма казаками? Захват Крыма казаками? Парламента Крыма, я сказал. Я просто не знаю, может послышалось. Парламента Крыма. Нет, не было захвата. Как это? Был захват Крыма, парламента Крыма казаками вашими? Нет. Ну, напиши, возьми в гугле и раз это ты не знаешь. Парламент Крыма попросил, чтобы войска России там встали, чтобы благополучно... Где ты видишь документ, которым кто-то просил? Я не знаю. Давайте сейчас по документам. Нет, смотри, очень важно говорить не от себя. Мы можем сейчас... Очень важно говорить не от себя, очень важно не от себя говорить, а говорить, как оно было на самом деле, по фактам. Ведь каждый факт документируется. По фактам прошел референдум. Согласно какого закона прошел референдум? Ой, господи. Как это было? Блядь, слово забыл. Короче, точно так же, как это было на территории Косово. Ведь не означает, если кто-то что-то нарушил, мы тоже имеем право нарушать, правильно же? Почему? Потому что это понятие, а не закон называется. А много провели по закону. Давай будем смотреть на то, как закон проводил. Там многие признали незаконное. Россия не признала Косово. Россия Косово не признала, не о чем говорить. Ну какая разница? Большая разница. Раз вы не согласны, раз ты, как житель и гражданин России, не согласен с тем, что оккупирован был Косово и неправильно там аннексирован был. Значит, ты не можешь этот пример приводить мне в пример. Сейчас, секунду. Давай. 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 Продолжим Продолжим Согласно какого закона был проведен референдум Осовский прецедент Что это за такой официальный документ? В смысле документ? Ты мне привел в пример Ну вот парламент Ты мне привел в пример ситуацию с Косово Которую, а, вы не признали И, б, которая возможно была Мы не признали ситуацию с Косовым Ты меня прибиваешь? Вы здесь? Я-то здесь, ты здесь? Хорошо Хочешь, если тебе интересно почитать Резолюции по Косово Можешь открыть одну из них Например? Я читал Только что? Я читал, да Только какой номер ты читал? Не резолюцию Я просто зашел Я просто зашел Резолюция 12 Резолюция Совета Безопасности ООН 12.44 Можешь ознакомиться с этой резолюцией? Если у тебя будет время Совета Безопасности ООН Конечно Совет Безопасности Резолюция Совета Безопасности ООН 12.44 Если тебе интересно, ознакомьтесь Это раз Во-вторых, резолюций по Косово очень много Это два Скажи мне, пожалуйста Какая резолюция насчет аннексии Крыма существует в ООН? Не знаю Она говорит о том, что вы оккупанты Вы оккупировали Оккупировали и аннексировали часть украинской территории Нет А знаете почему? Так смотри Еще раз говорю тебе Прецедент Нет, мы договорим про Крым Мы договорим про Крым Прецедент в Косово не является причиной Для проведения незаконного референдума в Крыму Юридически С чего вы это взяли? А мы считаем, что является Согласно, с чего вы считаете? Это же понятие Это незаконно То есть если мы говорим о законах Это незаконно Подайте в суд Подайте в суд на нас А резолюция по Крыму нет А знаете А знаете, в чем самый прикол? Вот исходя из всего того, что вы говорите Вы действительно Может быть подкованы Больше каких-то документов, чем я Я даже с вами спорить не буду Но мы с вами сидим как люди Которые Я не думаю, что у вас юридическое образование При всем уважении Даже с тем фактом, что вы в каких-то вещах разбираетесь У нас есть люди, которые отвечают за юридические дела Международные Что в вашей стране Что в нашей стране Что в любой стране Исходя из того, что на данный момент С точки зрения выигранных дел Украине там почти ноль Там есть какие-то дела выигранные Я не спорю Но тем не менее Основные какие-то Которые она подавала В международные суды Или суда Как правильно назвать? Как ты считаешь? Мне кажется, что с этой точки зрения Если мы говорим Я скажу Если мы говорим с этой точки зрения То мы с вами два Оболтуса Которые между собой пытаются Что-то доказать А вот там вот наверху Где действительно решается Наше будущее Вот там пока что Никаких данных Которые подтверждают ваши слова К сожалению нет О выигранных судах О выигранных судах Скажи мне Какие-то наши прецеденты в мире Где Я не слежу за международный Ярис Кудэнси Послушай Это никакая международная Ярис Кудэнси Какие-то ситуации Знаешь в мире Где бы На главу державы Был иск О аресте Международный главный суд Израиль Какого президента? Не президента Премьер-министра Я же назвал Глава Глава державы Я рассказал Ну так подождите В каждой стране Глава державы Это немножко разные люди Где-то это президент Где-то это премьер-министр Хорошо Кого ты знаешь вообще Их не так и много 5, 6, 8, 10 Не знаю И в это число Входит президент Российской Федерации Да А ты говоришь О выигранных судах просто А если Ну смотрите Последнее Я тебя не перебивал Хорошо Ты говоришь Что вы если и выиграли То очень незначительное суда Ты считаешь Что Арест вашего президента Или иск подан в Гаагу Подождите Подождите Это уже интересно Нет-нет-нет-нет Или то что ваш президент Не может перелететь Как минимум Как минимум в Армению Потому что Армения Приняла Римский статут В Армению Как минимум Это нормально? Да всем наплевать На Римский статут И Третьему рейху Тоже было наплевать На международный суд Ну я понимаю Что вы очень любите Аналогии с Третьим рейхом Я это уже понял Но тем не менее Когда Международный суд Пытался Какие-то другие Дела Скажем так Не очень Как бы так правильно сказать Не очень удобные Коллективному западу заводить Запад благополучно Осаживал этот суд Поэтому с этой точки зрения Я считаю Что конечно Моус это хорошо Наверное Но Как Какой-то Ключевой инструмент Международных отношений Между странами Он уже давно не играет Эта прокладка На которую К сожалению Или к счастью Никто вообще не смотрит Для вас Для вас ООН Это уже не организация Для вас МОУС Это уже не суд Я понимаю Смотри А что ООН делает Расскажите пожалуйста Как ты считаешь Чьи это слова Имеется ввиду Наши Наши граждане Только в другой стране Как меньшинство В другой стране Да Они подвергаются Отстратительным Преследованиям Вот город И регион Да Был И является всегда Нашим городом Вот Как ты считаешь Какой город Какой город И регион О ком я говорю Как ты считаешь Ну не знаю Скажите Как ты считаешь По ощущениям Кто это говорил Да не знаю Вообще без понятия Честно говоря Хорошо Вы скажите Какой город И регион О чем это говорит А кто это говорит Слушай Мы никому Ничего Не собираемся Навязывать силой Бесконечные Долгие Восемь лет Восемь лет Мы делали все Возможно Чтобы разрешить Ситуацию Мирным путем Политическими Средствами Все зря В наши планы Не входит Оккупация Соседних территорий Наши планы Не входит Так Ее цель Защита людей Которые На протяжении Восьми лет Подвигались Издевательством Геноциду Со стороны Режима Да Ну это явно Про Украину Кто-то говорит Хорошо А кто же это может Говорить скажи Не знаю Какой-то может Политик Скорее всего Может Жириновский Может Жириновский Давай в продолжении Этого Этот человек Этот человек О котором я говорил Только что Да Он Был Человеком года По версии Журнала Тайм Жириновский Не был же Правильно Уже то есть Опадает По-моему Этот человек Организовал У себя в стране Олимпиаду Где его страна Заняла Первое Командное место Послушай Этот человек Этот человек Нарушил Меморандум И аннексировал Часть территории Чужой страны И за присоединение Этой страны К своей стране Проголосовало 98% Его жителей Этот человек Пришел на пост На пост Вице Ну Испоняющего Президента Испоняющего Обязанности президента За счет Первого президента Он его привел Как своего преемника Этот человек Напал на соседнюю страну Не объявив войну И этот человек Любил девушек С фигурой гимнасток С фигурой гимнасток Любил спортсменок Но вы оставляете Меньше и меньше Вариантов Чтобы неправильно Ответь Да-да-да Но прекратите Пожалуйста Дайте я договорю Дайте я договорю И этот человек Рос без отца Ее мать воспитывала Как о ком Я говорил Скажи Вот ответь Как мужчина Давай Я даже это не знал Про Владимира Владимировича Нет Его не так зовут Его зовут Адольф А Это интересно То есть только что А про какую Гитлеру 8 лет Только что Только что Ты перепутал Путина С Гитлером И что Если много Очень неизменчиво Напиши пожалуйста Если тебе интересно О чем я говорил Город Данцик Который сегодня Называется Гданц Да-да Вот именно Про эти 8 лет Я тебе говорил Ну окей Что ж так получилось Не очень Да Как-то сравнение Такое интересное Произошло Ну почему Ну вот так вот Получилось Нет ни плохого Ни хорошего Просто вы Подобрали Интересные факты Которые Двум Людям Скажем так Присущи Я понял У тебя ко мне Вопросы есть? В этом В этом плане Ничего Вопросы ко мне Есть у тебя? К вам Сейчас дайте Я подумаю Слушайте Давайте Задам Последний Вот Вы Так Ирьяно Отстаиваете Точку зрения Украины Что все Все так Правильно Все так Хорошо В Украине Было И вот Русские Пришли Все Погадили И прочее Я конечно могу Ошибаться В Украине Я сейчас не был Не знаю Но вот Исходя Из видеороликов Я вижу Что Людей Это ставят В ТЦК Президент Который Уже пробыл Пять лет Во власти И не собирается Никуда уходить Говорит Какие-то Странные вещи Принимаются Законопроекты Которые Противоречат Основным Правилам Только уточняй Пожалуйста О чем ты говоришь Уточняй Пожалуйста Какой законопроект Ты говоришь Раз Во-вторых Ты забыл О президенте Который Двадцать четыре года Уже сидит В какой-то стране Интересной Ты как-то уточняешь Легально Легально А почему Наш нелегально Ваш вроде как Двадцатого мая Уже все должен был У тебя есть Гугл перед тобой Да Возьми пожалуйста Знаешь что Сейчас я скажу Открыть Один закон Интересный Я же Прекрасно понимаю Что Конституция Украины Это Такое Деряло Я не говорю Конституцию Украины Я не про Конституцию Ты ошибся Открой пожалуйста Закон Украины Про правовый режим Военного стану Закон Украины Про Правовый режим Военного стану Положение Да Да Девятнадцатую Статью Открой пожалуйста Сейчас Секунду Это ж нужно ВПН Включать Ой подожди Не шестнадцатую Сейчас я скажу Какое Я же Девятнадцатую Я помню Девятнадцатую Ох Статья Девятнадцать Вы знаете Вы ко мне О кого Мне за Путина Напомнили Невзоров Когда был У Дудя Он тоже Ему задавал Подобные вопросы Ну только там На другую тематику Я сразу Читаю Вспомнил Статья Девятнадцать По-моему Девятнадцать Девятнадцать Кабинета Министров Украины Кабинета Министров Украины В умовах Военного стану А Это двенадцатая Прошу прощения Да Девятнадцатая Статья Первый пункт Забороняется Змена Конституции Украины Змена Конституции Автономной Республики Крым Проведение выборов Президента Також выборов До Верховной Рады Украины В Верховной Рады Дальше можешь не читать Я думаю Я тебе ответил Про легитимность Нашего президента Видишь А ты говоришь Ты не слушаешь Скобееву Ведь это Именно посыл От Скобеева И от Соловьева Они не договаривают До конца Что есть такой закон У нас Да Действительно Есть Спасибо Буду знать Все Пока Друзі Чергова Цікава Розмова Кому было Цікаво Поставьте Лайкоз Напишите Комент Обовязково Можно Навіть Задонатить Можно На канал Подписаться На всі Четыре канала Хто не Подписывается То й Ви же знаете Ну и Слава Редактор субтитров